История христианства Местописание Матфея 16.18 сказано следующее В вторая часть циха Я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее И Ефесянам 5 глава 25 стих Это будет как раз тоже второе местописание Как раз начинающее этот курс Здесь написано, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее История церкви, друзья мои, история христианства Начнем по порядку, с самого начала С самого начала церкви Основание церкви, это сам Иисус Христос, мы это знаем Сам Господь Иисус Христос основал свою церковь, он сказал, я создам мою церковь Это будет моя церковь, церковь Христа Иисуса И написано 1 Коринфянам 3 глава 11 стих Тоже отметьте себя, зафиксируйте где-то 1 Коринфянам 3 глава 11 стих Написано, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос То есть, сам Иисус Христос является основанием, фундаментом своей церкви И он же есть глава церкви И вообще, по большому счету, вся церковь, это и есть тело Иисуса Христа То есть, Христос и Иисус, Его тело, Он Сам, это и есть церковь Его И всякий, кто призовет имя Господне, спасется Я Бога благодарю, что, как написано в Писании, что верующие являются живыми камнями Живыми камнями, которые являются в такой, положены, эти живые камни, положены в этот большой храм Грандиозный храм, стройка тысячелетий Уже двух тысячелетий стройка Она продолжается и в наши дни И мы не знаем, сколько будет впереди нашей жизни земной Но и те, кто будет после нас, если будет еще время на этой земле Хотя у меня, как и у многих христиан сегодня, какие, в общем-то, вообще в истории христианства это живо, это нормально, считаю Потому что сам Господь говорил нам, что время последнее, что время короткое и прочее У меня ожидание конца, у меня ожидание возвращения Иисуса Христа Но сегодня, наверное, в начале 21-го столетия, в отличие от прошлых столетий, много поменялось Ведь если раньше христиане пугали ученых, пугали людей, то сегодня ученые пугают христиан И прогнозы сегодня ученых гораздо более пессимистичны, чем могут себе даже представить Представляли себе религиозные люди прошлых столетий, тысячелетий Так вот, и время коротко, все видно, что по всему видно, что землю лихорадят, что Господь возвращается Что Иисус грядет, его шаги слышны уже, не только верующим, даже уже неверующим слышны уже отчетливо Просто для неверующих нет как бы надежды, конец света это конец всего То для верующих это как раз начало, собственно, это трамплин, это начало новой эры Это начало нового существования, это начало новой земли, новых небес, слава Богу Поэтому, что Господь возвращается, это повод для оптимизма больше, чем для пессимизма Для нас, христиан, по крайней мере Ну, а для нечестивых человеков, конечно, это признаменование погибели Мы знаем из Писания, что это будет погибель, что будет земля, дела на ней сгорят И это, конечно, будет ужасно Вот наступает, вот скоро уже, 2019 год И я был как раз в Америке на презентации, на начале как раз фильма этого показа в кинотеатрах И у меня плохой английский, но там не надо было даже хорошо знать английский, чтобы понять, что все, конец всему Вся цивилизация в Тар-Тарары, короче, все рушится, ломается И, ну, в конце, как говорится, все-таки люди как-то спаслись на ковчегах, там Китай нам помог Но, знаете ли, из Писания мы знаем, что Китай не поможет Мы знаем, что никакие технологии не помогут Потому что будет погибель именно в огне, не в воде При всему уважении к этим кинематографистам Будет гораздо страшнее, чем в фильме И еще Почему нам можно знать историю? Хотя сегодня мы говорим, что время последнее И Господь грядет, но нам надо знать историю Потому что христианская церковь, она имеет уже двухтысячелетнюю историю И нам надо знать наше прошлое Я убежден, что христиане не должны быть таким, знаете ли, перекати поле духовным Иваном, еще говорят, не помнящим родства То есть мы должны знать свои корни Еще почему? Потому что мы, христиане, переняли эстафету веры у многих очень поколений верующих Вспомним апостола Павла, который говорил об этом Вспомним Павла слова из послания к евреям, 13 главе Когда он сказал, поминайте наставника ваших, которые проповедрируют Слово Божье Потом говорит, взирая на кончины их жизни, подражается их вере А дальше говорит он, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же Вчера, сегодня и вовеки Он тот же То есть мы, изучая, допустим, прошлых служителей, жизнь прошлых столетий Допустим, видя примеры героев веры Мы славу воздаем не этим людям, конечно же А воздаем славу Богу Славу Иисусу Христу, который вчера, в тех прошлых столетиях был прославлен через них И сегодня, когда мы смотрим на прошлое Мы понимаем, что и сегодня Иисус Христос, Он тот же самый И сегодня Он может так же прославиться через нас с вами Совершить такие же деяния через нас с вами Те люди были такие же, как мы, люди Мы не должны идеализировать Знаете ли, людей прошлого, прошлых столетий Написано, что Илья был такой же, как мы, человек И прочие остальные люди были такие же, как мы Одно лишь исключение из правила, это сам Иисус Христос Сам Господь, потому что, мы знаем, даже Его рождение было сверхъестественное Зачатие, рождение, и вообще вся жизнь была сверхъестественна Бога и человека И это, знаете ли, это удивительная история жизни и победы Иисуса Христа А потом уже жизнь всех остальных христиан Так вот, господа, дорогие братья и сестры Скажу, что, почему мы должны изучать историю церкви Еще причину назову, чтобы понять, что нам это лучше В Библии Бог повелел записать пророков, апостолов Разные книги, поэтические, пророческие, но и также исторические Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы видели историю Его глазами Историю именно Его сердцем, Его глазами Поэтому вывод очень сам собой просто напрашивается Что Он хочет, чтобы мы знали историю Но знали историю не так, как нам это говорят безбожники Или мусульмане, или кто-то еще А так, как Бог хочет это увидеть вообще Как Бог хочет это показать при ней нам Как Он видит это все Сам, Его глазами Слава Богу Да, и почему еще мы изучаем историю церкви? Тоже очень простая мудрость Лучше учиться на ошибках других людей И очень хорошо на примерах людей Прошлых столетий, прошлых поколений Учиться нам сегодняшним верующим Почему еще? Потому что эти люди уже ушли Они уже ушли в вечность Подражая вере героев веры, допустим Да, мы не навредим им Говоря о них много Говоря о сегодняшних, допустим Многих праведниках О сегодняшних героях веры Мы можем им немного повредить Этим самым, да Потому что, ну, пока мы на земле Мы в зоне сражения, как говорят еще проповедники многие Мы находимся на поле этой битвы Или, как говорят еще, церковь воинствующая А здесь на войне, как на войне Здесь и раны, и убийства, и все Духовно очень серьезно И поэтому, значит, живым, святым Мы можем очень навредить порой Служителям Но, значит, тем, кто уже ушел Мы им никак не навредим уже Поэтому, хоть говорить о них там можем часами И может все уже Ничто не повредит уже И они находятся уже там уже В церкви уже Тожествующие уже И так же, самое говоря, допустим О ошибках прошлых служителей Прошлых столетий Мы особо не навредимы Потому что знаем, что Бог Он сегодня с нами разбирается И сегодня мы можем научиться На ошибках прошлых служителей Прошлых столетий Чтобы самим не пасли в какие-то ошибки А если попали, совершили какие-то ошибки Неправильные вещи То мы можем найти правильную дорожку назад Вернуться Как они вернулись Если они вернулись Слава Богу Да, и примеры из истории церкви Я хочу много примеров привести Но самое удивительное Наверное, для меня И для многих тоже Даватели истории церкви Тех изучает историю христианства Это, конечно, вот Пример ранних христиан Ранней церкви Первой церкви Давайте так и запишем Так и запишем Раннее христианство Раннее христианство Вообще этот урок Как раз больше часа я буду говорить На этом уроке О раннем христианстве Раннее христианство Ранним христианством Называют период истории Церкви Первый период истории христианства С 30-го по 313-й год Есть марк? А? Спасибо Это называют ранним христианством С 30-го по 313-й год Это время Называют ранним христианством Потому что Вот именно в эти Первые столетия Формировалось христианство Христианство выстояло В очень непростой борьбе Потому что церковь была гонима Наши братья Старшие братья и сестры В те столетия пережили Очень такие серьезные испытания Конечно вере Очень много было Репрессировано Много было убито В то время за веру во Христа Иисуса Дома Многие из вас это знают Есть такие Известные фильмы Каму Градеши Уже классика По Генрику Сенкевичу Старые фильмы Да есть и новые Какие-то ленты Уже показывают фрагменты Вот какие Были гонения На христиан Мы знаем Что наши братья и сестер Порой По техе ради Бросали на растерзание Львам Под смех И хохот Такой Рима Умирали Лучшие сыны И дочери Империи И Но на место Павших Братьев Сестер Приходили новые И В те времена Конечно церковь Выставила в очень серьезной Непростой Борьбе Такое ощущение Что церковь В те времена Она пережила Такое на самом деле Знаете ли Как вот Первое В жизни Христа Да Было Первый эпизод Что в жизни Христа Когда он только родился Его дьявол хотел физически убить Буквально С самого начала Прям И И мы знаем Что очень много Невинных Погибло Тогда Много Очень Младенцев Было убито Тогда Но сам Иисус Чудесным образом Избежал Этой смерти Но Мы должны смотреть На мир Без розовых Этих очков Мы видим Что мир жесток Зол И Не успел Свет Прийти в этот мир Как тьма настолько сильно Ополчила Что Кровь полилась Говорят Тысяч Детей Да и взрослых Потому что Пишут Историки Что Матери Отцы Многие Были убиты Так же Потому что Солдаты шли И убивали Просто убивали Детей И Они же Не смотрели Свериство рождения Знаете ли Они убивали По возрасту И больше И Тот самый Царь Злобный Чье имя Стало нарицательным Даже Ирод Он был настолько Просто Параноиком Просто больным Одержимым человеком Реально одержимым По всей вероятности Потому что Все что о нем Можем прочесть Все говорит Что он был одержимым Бесами Так вот И в то же самое Очень религиозный Какой такой человек И вот И он настолько Боялся Самой идеи Мессии Христа То что он даже Не пожалел Даже Своих детей Его Убил Даже Приказал убить Своего сына Опасал Что его сын Может быть Мессией Христом Он был настолько Одержим Одержим Этой идеей Что даже В Иерусалиме Приказал Убивать И об этом Есть исторические Спириства Хотя В Евангелиях Написано Что Центр Эпицентр Этой бойни Был Харас Вифлеер И Это было Ужасным временем Но Первые христиане Они На самом деле В большинстве Своем Были совершенно Ни за что убиты Просто за Верого Христа Иисуса Но Господь Не убил церковь Христос Он В этот период Времени Он Часто был В потаенных местах Как тогда в Египте Во время Своя рождения Да А здесь он был В катакомбах В пещерах Порой Даже за пределы Империи Христиане Были вынуждены Бежать Этого блага Порой Служило На самом деле Потому что Находясь за пределами Империи Христиане Там За краем Айкумены Как говорили Римляне или Греки Они проповедовали Слово Господне Приобретали христиан Приобретали души Слава Иисусу И вот Друзья мои В этот период времени Что произошло Наверное Самое такое Драматичное С чего Все можно начать Это Разрушение храма И Начало Как раз Уже Церкви Иисуса Христа Мы Не знаем Точного года Рождения Церкви Но примерно Пишем 30-й год Нашей эры Примерно 30-й год Точно Мы не знаем Дату рождения Церкви Потому что Мы не знаем Точно Дату рождения Иисуса Христа Первые столетия Первых Почти 5 столетий Никому в голову Из христиан Не приходило Праздновать Как-то Особо Рождество Сегодня Это очень красивый Праздник Вот скоро Будет Время Рождества Значит И Зимой Это Самое Красивое Изрелищное И радостное Такое время Во многих странах Мира Я очень люблю В Америке Особенно В Европе Я два раза был В Америке Крисмас Тайм Все время Дня Благодарения До Самого Рождества И Это потрясающе Конечно Притом В 20 штатах Побывал Как раз На Крисмас Тайм 20 штатов Проехал От Солнечной Флориды До Такой Не очень солнечной Холодной Аляски Значит И Получается Что Вот Кстати Проповел Даже в Ассамблее Бога За Полярным Кругом Это Самая Северная Ассамблея Бога Какая Может быть Вообще Дальше Уже Все Там уже Пингвины Медведи Ошибся Полюсом Сори Да Нормально Вот И Так вот Очень красиво Конечно Огни Все сверкает Вообще Особенно Мне Очень повезло Знаете Я попал В штате Вашингтон Как раз Перед Рождеством Уже самим Там все было Оформлено Ну Снега нет Ну Чуть Где такая Кое-как Выпадает Вот Но все в огнях Так блистает Все красиво И вдруг Прям Такой катаклизм Все Венштадт Завалило Снегом На несколько дней Просто Вся жизнь Вымерла В штате Никто на работу Не ходил Потому что Ну вообще Это просто катаклизм Столько много Снега Не помнят Вообще За всю историю Штата Столько там Белый человек Находится Ну наверное И красный Тоже не помнят Так было Значит Так вот И все Засыпало Снегом Все парализовало Значит Там Столько Было Всяких Аварий Но Было так Красиво Потому что Все было В огнях И все Дома Все дома Проротились В большие сугробы Такие И из-под сугробов Светятся Огни У меня столько Много снимков На эту тему Вообще есть Потрясающе Не я люблю Рождество Люблю проповедовать Церквях Православных Католических Протестантских Я разно проповедовал Красное Рождество Но Я говорил так Последние годы Я говорю это Часто Что мы не знаем Точного дня Рождения Иисуса Христа И даже год мы его знаем Лишь приблизительно Рождение Иисуса Но Сегодня ученые говорят Однозначно Что Иисус родился На 3-4 года Как минимум Раньше Чем это принято считать Сейчас Поэтому Друзья мои Ошиблись Однозначно С 12-м годом Уже прошло Так вот И Иисус родился Раньше 3-4 года Чем это принято Считать Но даже Возможно Даже больше Чем 3-4 года Ну Примерные 4 года Можно обозначить До нашей эры Потому что В средних веках Когда рассчитывался Праздник Рождения Христа Идея пришла Праздновать Это Общецерковно А почему Такая идея Возникла Вот уже В 6-м столетии В частности Потому что Христианство Уже Становилось Государственной Религией А любой Государственной Религии Нужны Государственные Праздники Какие-то Нужны какие-то Торжества Церемонии И прочее А христианство Было в этом плане Очень скудным То есть Как бы Реально Ничего почти не было Вот Даже Даже С иудаизма То что было взято Это было Ну очень Так ничтожно Фактически Даже Скажу что В христианстве Первого столетия Было минимум Обрядности Минимум Было Вообще Скажу так Тем более Празднеств Каких-то Вот Но Христиане Первые не имели Этого всего А имели Христа То есть И Это было Достаточно Уже Христианство Последующие столетия Да Были уже Пестры Последующие столетия Были уже Наполнены Праздниками Традициями Там Всевозможными Обрядами Храмами Красивыми Прочее Но Уже К сожалению Не на Христа Чаще всего Взирали Христиане И вот Трагедия Христианства Исторического Христианства В том Что Как раз Сегодня Большая часть Христиан Зациклена На традиции На обрядности Но наша задача Вернуться К Иисусу Христу Личности Иисуса И примерно В 30-м году Совершилось Это все Интересно Храм Тот самый Храм Который был В Иерусалиме Был Разрушен В 70-м Году Нашей эры 70-й год Нашей эры В 70-м Году Храм был Разрушен Храм в Иерусалиме Мы знаем Что До этого Вообще До Иисуса Христа До Христа Это было Единственное На планете Место Где Можно было Приносить Жертвы Богу Где Сам Бог Избрал Это место На Сионе Там В Иерусалиме Сам Бог Избрал Это место Где был Построен Храм Мы знаем Трагедию Первого Храма Он был Разрушен Мы знаем Что Из-за Грехов Наших Мы знаем Что Потом Бог Позволил Снова Храм Отстроить Он был Не таким Великим Как Первый Храм Хотя При Ироде Его Отстроили Очень Хорошо Его Украсили Просто Напросто Сделали Его На самом деле Жемчужинкой Такой чудом Определенным Ирод Вообще Тираны Обычно Не скупятся На Как раз Украшения И вот Ирод Он очень Много Украсил Ну и Как бы Своё Частично Еврейское Происхождение Частично Языческое Он хотел Может быть Этим Сам Компенсировать Не знаю Но этот Храм Был разрушен В 70 Году И вот Очень Пригодится Особенно Если Вы будете Проповедовать Иудеям А Библия Нам это Повелевает Во-первых Иудеям Да Евангелие Потом И Эллина Во-первых Иудеям И Если Будете Говорить Не просто Евреям А грамотным Иудеям То есть Тем Которые Читают Которые Ходят в синагогу Регулярно И Значит Изучают Может Талмуд Вот Если Будете Проповедовать Этим Людям Может Вам это Очень Сильно Пригодится Тем более Что В Талмуде Эта книга Интересна Для нас Христиан Потому что В ней Очень много Фактов Из истории Содержится И Традиции Много Разъясняют Талмуд То что Описано В Ветхом Завете И нам Это Больше Понятно Потому что Мы еще Веруем В Иисуса Как Христа Поэтому Многие Вещи Из Талмуда Они нам Открываются Совершенно По-другому Лучше А те Кто Читают Без Иисуса Талмуда Они Как с Покровалом Просто И Ветхий Завет Читают Тору Допустим Они Как с Покровалом А это Покровало Снимается Сам Христос Так вот И В Талмуде Эта книга Состоит Из многих Книг Как бы Глав Можно Так сказать Значит Одна из Глав Называется Йома 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 Эта глава Или Эта книга Говорит Йом-Кипур Йом-Кипур Вот он Недавно Был Этот праздник Да Можно так сказать Хотя Вот сейчас Продолжается Праздник Суккот Поставление Кущей Вот Начиная С 13 Числа Всю Неделю Значит 7 дней Раньше Богобоязвенные Все Евреи И Неевреи Которые Уверовали Бога Израиль Жили В шалашах Всю Неделю И вот Сейчас Эти дни Продолжается Праздник Суккот Праздник Шалашей Праздник Поставления Кущей А перед тем Перед Суккотом Всегда Отмечается Такой Особый День Такой Страшный Он день Конечно Сейчас Как его Называют Страшный Праздник Это Йом-Кипур День Искупления Или День Суда Судный День Суда День Искупления В этот День На Йом-Кипур В древности В библейские Времена Когда храм Существовал Раз в году Первосвященник Великий Священник Как патриарх Или как папа Римский Он заходил Во святое святых Иерусалимского храма Он заходил В кадош Кадошем Кадош Свят Еще можно так произнести Кадош Кадошем Святое святых Иерусалимского храма Мы знаем Что было святое Храм святое Туда священники Заходили Из ветхого Мы читаем О порядках Церемониях Определенно Работе священников Мы читаем Работа священников Была кровавой работой Была больше похожа На работу мясника Простите На самом деле Потому что Там Это не работа Современного Православного батюшки Допустим Или католического Красивого С кадилом Все Там С ножиком острым Там надо было Очень быстро Максимально быстро И эффективно Зарезать животное Снять С него Разделать Что-то сжечь Что-то там сварить То есть работа была Не шуточная Пишут исследователи Что во время праздников Допустим Больших праздников Священники Порой ходили там Во святом По щиконку В крови Просто-напросто И это же Как конвейер был И там все открыто Животных заводили туда Животные наверняка Они не молчали Представьте какой шум стоял Поэтому трубили шафары Животные орут Священники Нам дают команды Там было так Шумно Там было так громко Все это И тогда Все это Как бы Это было Страшно Довольно-таки И священников Учили Резать животное Очень быстро И эффективно То есть Ты не мог С одним Козленочком Возиться Полдня Ты должен был Очень быстро Все это сделать И эффективно И вот Мы знаем Что все эти жертвы Ритуальные Эти убийства Животных В храме Это все были Прообразы жертвы Агнца Божьего Иисуса Христа На Нолговском кресте И вот И в разделе Йома Или в книге Йома Говорится о празднике Йом-Кипур О том Все что с этим связано Как первосвященник готовился Все эти устные традиции Устные предания Были в Талмуде записаны Каким образом Не давали спать Священник Он был пожилым уже А очень многие первосвященники Были пожилого возраста Преклонного Пенсионного Возраста И им не давали спать Целый день Накануне И заставляли Чтобы они учили Тору Чтобы они Преподавали людям Тору Рассказывали Списали Чтобы их мысли Все были настроены На предстоящее служение Потому что это было Самое важное служение Если он был молодым первосвященником То ему Его окружали старцы И Накануне Целый день Его учили Торе Ему рассказывали Ему объясняли Разжевывали Тору И говорили О важности этого служения Предстоящего И первосвященник Был максимально готов К этому служению И физически И духовно Душевно Потому что Это была жертва Всех жертв Раз в году Если Бог принимал Эту жертву То На весь год Израиль И все боящиеся Бога Да и по большому счету Все человечество Потому что Жертвы принесены Не только за Израиль Не только за Уверовавших С других народов Но и за все человечество И за всю планету Приносились За всю землю И небо Приносили жертвы Там в Иерусалиме И если принимал Бог жертву То считалось Что На целый год Земля искуплена На целый год Грех Прощен Максимально И все Жертвы Годичные Жертвы Убийства Животных Различных Это было лишь Как бы Подготовкой Вот это Самой великой жертвы Мы знаем Из писания Каким образом Брали Двух Козлят Одинаковых Как близнецы Они были Чтобы нельзя было Дать предпочтение Одному или другому Они были Одинаковы Совершенно Шерстинка Шерстинки Их готовили Очень загодя И это было Очень почетно Священники Этим занимались Из поколения В поколение И потом Бросали Жребий Между ними Чтобы не было Обидно И одного Назвали Козлом Отпущения Его Отпускали В пустыню Или там Сбрасывали Со столы Его Последние Эти Времена То есть Брали священники За лапой И говорили Все Козленок Мы тебя Отпускаем Это как в каком-то фильме В каком-то фильме Шварценеггер За ногу Мы тебя Отпускаем Короче Все Ну Рожденный Ползать Летать не Можно Да И вот А второго Козленка Судьба была Особой Он наверное Был в шоке Его заводили Столько священников Ковровая дорожка Все посыпают Он в шоке Козленок Вот это почет Вот это да Встречает Осанна Трубят Столько батюшек Собралось Они в таких Дорогих ризах Но Козленок Не подозревал Что это все Только начало Самое интересное Впереди Потом Вдруг Какой-то батюш Доставал Острый Острый нож И Козленок Пикнуть не успевал Как Все Удар ножа И кровь Стекает Козленок Этого Ритуально Обескрабливали С него Спускали всю кровь И эту кровь Подавали в посудину Такую специальную Золото Значит Для первого священника Как чаша такая Знаете Которая Вот сейчас Окропляют Допустим Священники Водой Вот нечто подобное Было Кондия Сейчас православие Называют ее По-гречески Значит И вот В этой Как кондия Наподобие Вот Была залита Кровь Туда Этого животного Но священники Делали еще Что Они Пропитые кровью Пропитывали Лоскуты Материю Нити Белоснежные Лоскуты Лоскутки И нити Пропитывали Это кровью И остановился Червленое Красное Кровавое И привешивали В храме И И смотрели Потом В течение Этой жертвы Всей Смотрели на эти Лоскуты В течение дня Если Лоскуты эти Во время служения Становились Белоснежными В процессе Этого дня Они выбелялись Сверхъестественно То тогда Священники Объявляли Что Израиль Прощен Если нет Оставались Кровавыми Говорили Нет Бог не принял Жертву Они Священники Брали за основу Местописания Из Исаии Если грехи Ваши будут Как багряные Он говорил Как волну Выбили И буквально В еврейском Тексте Там говорится Не как багряная А как Окровавленная Тряпка Говорится То есть Имеется ввиду Окровавленная Тряпка И И Бог Выбили Ее Вычищу В те времена Не было Таких средств Химических Чтобы вычищать Кровь С белой Материей Но Бог Сверхъестественно Совершал Такое чудо Материя Сновилась Белоснежной Вновь И священники Объявляли Народу Что грех Израиля Прощен И так Было часто В истории Израиля Но В Талмуде Говорится В разделе Йома Что последних 40 лет Перед тем Как храм Был разрушен Жертва На Йом-Кипур Всевышним Богом Не принималась 40 лет Жертва В храме Не принималась Лоскуты Оставались Кровавыми 40 лет Подряд В 70-м году Храм разрушен Отнимаем 40 лет Получаем 30-й год То есть Получаем Опять-таки Время Страдания Мессии И это Есть Косвенное Подтверждение Правдивости Евангелия Правдивости Личности Иисуса И Ишуа Как Машеха Как Христа Как Помазанника И знаете ли И это Свидетельство Находится В чем уникальность В книге Которая Никак не заинтересована В распространении Христианства Которая чаще всего Антихристианская Является по своей направленности По своему духу По своим высказываниям Многим очень И В этом уникальность Я кстати Жил На квартире Был в гостях Скажу так У одного брата Он закончил Ешиву Собирался Он вырос В ортодоксальной Еврейской семье Закончил Ешиву Собирался Быть раввином И Это в Австралии Он по русски Очень плохо говорит Но мы с ним Нашли общий язык Где-то я на английском Где-то он по русски Ну и как бы договорились Пообщались Это было в Австралии В Мельбурне И там есть Ортодоксальный еврейский район Туда попадаешь Как будто в Израиль Попадаешь И Значит Там Все Фейсаты И Машерна И Прочее Мы там Часто Проводили время В этом районе И Вот значит И Этот Браун Вырос в этом районе Он был Ортодорсальным И Потом он пережил Христа В своей жизни То есть Иисус Ему являлся И он После Ишивы Он отказался От того Чтобы идти дальше В Ортодоксии Еврейской Иудейской Сегодня он Евангелист Сегодня он Благовестник Сегодня он Служитель Христианской Церкви И Знаете Для меня Было Очень Приятно И удивительно Что Такие люди Порой Они потом Рассказывали мне Еще были Другие случаи У меня общения С подобными Служителями Бывшими Ортодоксальными Иудеями Они говорили Что в самих В этих книгах В Талмуде Других писаниях Как раз Много есть Мессианские Равины Утверждают Что Десятки Следительств Есть Косвенного Подтверждения Правдивости Личности Иисуса Как Христа В Талмуде И других писаниях Традиционного Ортодоксального Ортодоксального Иудаизма И вот Самое потрясающее Это в разделе Йома Что 40 лет подряд Жертва на Йом Кипур Не принималась Богом Это пишут Священники Мы знаем Что завеса В храме Разорвалась Но священники Зашили завесу Утверждается Что они Списались На несчастный Случай На совпадение И опять Возобновили Все служения И как будто Ничегошеньки Не произошло В Багдаде Все спокойно Но ничего не спокойно На самом деле Все изменилось Потому что Иисус На кресте Сказал Совершилось Совершилось Искупление Родочного Иисусского Слава Иисусу Нашему Спасителю Господу Дорогие друзья И скажу Что Даже по поводу 40 лет Говорится Три раза По 40 Если точнее Там говорится Что В начале 40 лет При некоем Шимоне Цадике То есть Симон Праведник Значит 40 лет подряд Эта материя Кровавленно Оставилась Белоснежной 40 лет подряд Потом 40 лет Было временами Да Временами нет То есть Во времена Жизни Иисуса Христа Было временами Да Временами нет Но написано Последние 40 лет Никогда Материя не становилась Красной Белоснежной Она оставалась Кровавой И это было Знаком для всех Священников Что Иисус Правду сказал Сказав Что Меня здесь нет Что Оставляется Дом ваш Пуст Все Погасли Свечи Закончен бал Кстати Еще были Какие знаки 40 лет Там же в Талмуде Говорится Что 40 лет Подряд Последних 40 лет Перед тем Как храм был разрушен Страшные знамения Совершались Там в храме Какие страшные знамения Храмовые ворота Они сами собой Распахивались Там одного Украшения Были тонны Вот этих Лепнин Там и золото И прочее Это не были Просто дверьки Двери Да Можно раз Попнуть Открыть Допустим Нет Это были Двери Огромные И они были Покрыты Дорогой И тяжелый Очень Такой Как чеканка Например Работа такая Так вот Украшения И эти ворота Храмовые ворота Они сами собой Распахивались Во время служения Именно во время праздниц Во время служения То есть Бог показывал Вот все Добро пожаловать День открытых дверей Начался В Царство Небесное Что двери А священники Снова пытались Закрывать это все Завесу зашили Двери закрывали Хотя они открывались Сорок лет подряд И еще говорится Что сорок лет подряд Сорок лет подряд Другие знамения Страшные были В храме Очень дурной знак Был там кстати Очень дурной знак Священники Это прекрасно понимали Но молчали Людям пытались лгать Но в Талмуде Это все было записано Впоследствии Когда храм уже был разрушен Уже началось рассеяние Так вот Говорится что Сорок лет подряд Последних Последних сорок лет Минора Храмовая минора Семьсвешник Которая Горящая минора В храме Означала Семь свечей Семь лопат этих Означала Присутствие Всемогущего Бога В храме Минора Во время служения Сама собой затухала Сверхи Естественно затухала Это не сквозняк Это неисправность фитилей Все было хорошо Масло Фитили Все Но в минора Все семь лампат Затухали Сами собой Во время Жертвоприношений Сорок лет подряд Бог показывал Все Погасли свечи Закончилось время Это Храмового благочестия Пришло время Другого благочестия И еврейский апостол Павел К церкви Из язычников В основном состоящей Коринфской церкви Написал следующее Первый Коринфянам Запомним 3.16 Запишите пожалуйста Есть Иоанн 3.16 А есть Первый Коринфянам 3.16 И там говорится Разве не знаете Что вы Храм Божий И Дух Божий Живет В вас Аминь И мы знаем Как и Коринфяне Сегодня И Нижегородцы И Москвичи И киевляне И откуда бы ни были Либо мы Мы знаем Верующие Христиане Сегодня Что мы Храм Божий И Дух Божий Живет нас Верующим Как на Руси В 15 веке Говорили Нил Сорский Васян Патрикеев Храм не из бревен А храм из ребер Вот Раб Божий Или Храм Божий Обшит кожей Живой человек Храм Божий Храм Бога Живого Слава Иисусу Христу Так вот Друзья мои И скажу Что В 70-м году Совершилась Эта страшная трагедия Храм был разрушен До основания Был разрушен Это была страшная Бойня Страшное уничтожение Народа Но Бог Много раз предупреждал Он в 40 лет Ждал Покаяния Своих еврейских детей Он ждал Покаяния Верующих Ждал Покаяния Праведников Ждал Покаяния Тех Кто Знаете ли Думали Что Не имеют нужды Покаяния Хотя мы в 6 главе Деяний читаем Что многие священников Покорились вере Многие Да не все И это Покорились вере Далеко не Как бы Высокопоставленные Особы Это были Священники Но основная Вот это Основной костяк Вот этой Религиозной Мафиозной Структуры Он остался При своем Мнении Знаете ли Остался в ожесточении Бог ожесточил их сердца Показал свою славу Впоследствии Что произошло В 70-м году Пришли римляне Пришли Опять Враги Усмирять Израиль И Обложили окопами Значит Окопали окопами И приготовились Как бы уже К осаде К штурму И потом Ни с того ни с сего Что там Им пришло в голову Не знаем мы до сих пор Они взяли И сорвали с места И ушли Оставили все Неожиданно Удивив всех Конечно Но христиане В этом увидели Мессианские Вот эти евреи Которые были в Иерусалиме Увидели в этом Слова Иисуса Что когда увидите Иерусалим Окруженный Подложный окопами Знаете Время это Близко И они Евреи Эти мессианские Они так и это Исполнили Когда римляне ушли Посовещавшись Помолившись Бог сутой Им показал Видимо все это На самом деле Дух суток Открыл И вся Мессианская Община Вся эта Первая церковь Она покинула Город Иерусалим Конечно Многие смотрели И говорили О наверное Вот как говорится Баба с воздуха Были легче Вот Сектанты ушли Теперь из города Теперь заживем Хорошо А теперь Будем жить Счастливо Все хорошо Меньше народу Больше кислорода Или что-то Наконец Не знаю Чем они думали Но Большинство людей Радовло Что наконец-то Эти сектанты Они уже на заре эти ушли Но Недолго была эта радость Потому что римляне Вскоре вернулись На самом деле вернулись И Знаете ли Они уже не отступали Пока Не взяли город приступом А священники Нагло обманывали народ Самые Эти вот Эти вот Аферисты Религиозные Они Даже нанимали Специально Деньги платили Ложным пророкам Которые ходили Имея вид Благочестия Но силы его Отрекшиеся давно уже Они ходили По улицам Осажденного города И говорили Так говорит Господь Хотя Бог Он ничего не говорил Реально Это именно стучали Вот эти вот Батюшки Значит И Они говорили Так говорит Господь Мол Я с вами Все 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 кто ушла Эти подлые назареи Ушли Все Я с вами теперь Храм здесь Он стоял и будет стоять А римляне они Короче У них нет Будущего Но эти ложные пророки Они лишь обманывали народ На самом деле С каждым месяцем Было все хуже и хуже Подъели все запасы Народа было там Очень много Не только жителей Иерусалима Там же паломников Много пришло И народу было очень много Продуктов очень мало Вода заканчивалась Значит Есть нечего было Голубь начался Люди умирали уже Вообще Там Бесы реально уже Пришли В Иерусалим Потому что Те кто Сдавались римлянам Потом рассказывали Страшные вещи То есть Которые нельзя объяснить Просто лишь Ну как бы Безумием людским Допустим То есть реально Люди были одержимы Бесы пришли Настолько Серьезно В Иерусалим Что Люди Началось масса Мародерства Убийства Друг друга убивали люди Каннибализм Случаи каннибализма Были Отмечены То есть Люди безумели Просто безумели От этого ужаса И священники Имели запасы Еще продовольствия У них были в загончиках Животные Которых ритуально резали Последняя жертва Была принесена 17 июля 70-го года Последняя Была Животная Зарезана Больше некого было убивать В храме Животных в загонах Не осталось Никаких И Муки не было Чтобы хлеб Спечь И поставить Жертву Вина не было Больше Чтобы возлить На жертву То есть Все Все Финал Последняя Жертва была принесена Начался Страшный месяц Бездействия Просто Просто В храме Жертвы уже не было Не было елея Чтобы залить В минору Семесвешник погас В храме Тишина наступила Страшная тишина И Это время В это время Римляне Предлагали Они оглашали Значит Решение императора Этого Полководца Тита Решение Что будет дана жизнь Что римляне Обещались Ни храм Ни город Не разрушать Что казнят Лишь тех Кто Провоцировали Беспорядки Смуту А весь Островный народ Они пожалеют Ну как бы Освободят Но Получилось так Что На переговоры Не пошли До последнего Сидели В осажденном городе И римляне Пошли на приступ Тит Говорят Что самый Будущий император Тогда он был Сыном императора Его отец Стал императором А он был Полководцем Тогда Но потом После смерти отца Стал тоже императором Тит Который руководил Этой всей операцией Довершал операцию По взятию Иерусалима У смирения Иудеи Перед тем Как легиона Послать на приступ Он дал команду Такую Чтобы храм Не трогали Храм не рушили Говорят Он ему очень сильно Понравился Издали Было очень Красив Этот храм Масса золота Была на нем Возможно Что он был Тит Из сострадания Может быть Из-за политкорректности Религиозно Такой политической Римляне были очень набожны По своему Вот Но он приказал Храм не трогать Казалось бы Вот слова Иисуса Христа Под угрозой Что они не могут Исполниться А Иисус А Иисус и говорил Ученикам Что камня на камне Не останется Но исполнилось Не как говорил император А как сказал Иисус Потому что Когда была битва Случайно Его величество Случай Говорят От копеечной свечки Москва сгорела Вот тоже случай Говорят Когда бабка забыла Просто свечку Погасить у себя В доме И ушла Вот И начался пожар Потом когда расследовали Выяснили Что вся Москва сгорела Фактически До самых окраин Однажды От копеечной свечки Поэтому такая поговорка Возникла на Руси От копеечной свечки Москва сгорела То есть Случай бывает Мелочь Казалось бы От мелочи Порой все зависит Вот И Знаете Слава Богу И вот Что произошло Факел упал На кровлю храма Римские легионеры Так испугались Они бросились Тушить пожар Тут же Потому что Был приказ А в те времена Была Дисциплина Очень жесткая В римской армии В легионах Неисполнение Приказа Командира Могло повлисти Реально Казни Легионеров Через Как допустим В римских легионах Некоторых было принято Допустим Если отступил легион К примеру С позицией Вне команды Командиров То Всех выстраивали И каждый десятый Выходил Им Рубили голову Допустим Казнили Или каждый пятый Ну как скажет полководец Скажет И это было Наказание Такое Для легионов Очень жесткое Такое Ну это В крайнем Таком И то же самое Слушаться Полководца В этом отношении Могло быть Повлесить Печальные последствия И вот римляне Бросились тушить пожар Но не тут-то было Знаете Как бы из-под поддувала Вдруг Небольшое пламя Разгорелось В сильнейший пожар А там поддувала Никого нет Там вообще Моновит Там нет Куда дуть То есть для евреев И для римлян Было понятно уже В этот момент Что сам бог евреев Сжигает свой же храм То есть пожар Был сверхъестественное Происхождение Начало было его естественное Но все остальное Было сверхъестественное Что он разнулся В гигантский пожар Настолько сильно все горело Что золото Медь Серебро Все это плавилось Истекало Ручейками Такими Ручьями По этому храму В горе И когда По самому храму И потом Когда все сгорело Битва стихла Римляне свирепствовали Добивали раненых И Знаете ли В этот момент Что произошло Значит Когда все застыло То приказали Приказали командира Ну что поделаешь Все уже Храм уже Не восстановить И приказали Храм разобрать полностью Полностью Камни на камне Не оставили римляне Потому что Они доставали Застывшее там Золото Серебро Значит Доставали Боковыривали Значит Там тонны Тонны золота Тонна серебра Тонна меди Это не шутка Значит И все это было Застывшим уже Между камнями И все это Было разрушено То есть Слова Иисуса Христа Исполнились Буквально В те времена Слава Иисусу Христу Да Дорогие друзья Друзья мои Давайте мы сейчас Сделаем перерыв И потом Продолжим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому